Здравия всем! Вы на канале Марка и Елена Терегет. Сегодня 23, по-моему, 23 среда августа 23 года. По-моему, так. Хорошо. Хотела записать короткое видео, потом думаю, нет, я не уложусь за одну минуту. Поэтому вот камеру перевернула и буду вот таким образом вещать на улице. Сегодня около 7 часов вечера и 31 градус тепла. Сегодня у нас градусник дошел до 33 500 метров над уровнем моря. Это достаточно жарко для нас, и мы сегодня прятались, в общем-то, в доме. Так, по поводу налогов. Тоже были разговоры, спрашивали, какие мы тут налоги платим. И, кстати, вот о птичках, да, такое вот наше шикарное дерево. Я буду на него, наверное, направлять. По поводу налогов у нас сегодня был младший брат Марка и помогал ему, то есть проверял за ним всё то, что Марка там насчитал за 22-й год. Вот мы сейчас оплачиваем налоги за 22-й год. То есть все деньги, которые получены, которые пришли к нам на счёт в банк. И вот таким вот образом, сколько у нас там чего осталось на декабрь месяц. Да, вот декабрь, по-моему, мы даже... Да, на декабрь, не на январь, а именно на декабрь. Ну и по кумполу, в частности, у меня. Я не спрашиваю, сколько там у мужа моего денег. Ну, я... Они ко мне как приходят, так и уходят. Долго не задерживаются. Я в крайнем случае их снимаю и ложу, как говорится, под подушку. Или покупаю какие-то... Делаю какие-то инвестиции в интернете. Так вот, по поводу налогов. Стала я вопросы задавать, потому что вы же мне задаёте, ну, кто-то из вас. И я такая заинтересованная говорю, а расскажите, пожалуйста, какие проценты платят налоги в Швейцарии? Ну, мне так конкретно ничего не сказали, а сказали вот так. И не линейно, а по нарастающей или по убывающей. Если человек был богатый, потом стал друг бедным. А там вдруг не вдруг, но всяко бывает. И получается так, объяснили, что по нарастающей, если, допустим, 50 тысяч получает один человек в год. Да, зарплата его там в общей сложности вот такая. А это видно, потому что сейчас уже не дают зарплату наличку. А выплачивают всё время через банковский счёт. Это вот практически везде и всюду. Допустим, 50 тысяч ты получил. И ты платишь тысячу франков. Мы идём во франках, потому что Швейцария рассчитывается во франках. Это её национальная валюта. Тысячу франков платит налог. Это мне сказали вот как плюс-минус, да, для примера. Это не 100% именно так. Но если человек получает 100 тысяч, то он платит не 2 тысячи, а именно 3. Вот в таких процентах, то есть вот такая разница. То есть чем больше человек получает, тем больше он платит налогов. Поэтому люди как-то стараются не то, что там не получать больше, а потратить. Купить там кусочек земли, кусочек, не знаю, квартиры. Или, вернее, в многоквартирном доме кусочек, да, квартирку купить или купить себе домик. Там в горах, либо в городе, либо в деревне. Ну вот как-то так. Залезть в долг, в банк. Почему? Потому что это более выгодно, если платить налоги. Хотя бы у вас сохранится эта сумма. А не съест её инфляция. Вот. И потом инфляция же, вот вы сами понимаете, если, допустим, 10 лет назад корзина продуктов стоила, допустим, 100 франков на неделю. Это я беру нашу семью. На сегодняшний день это уже, допустим, 150 франков. Инфляция идёт по всему миру и по всем землям. Несмотря ни на что. Получается, что сохранить деньги таким образом, купив какую-то недвижимость, что мы, в принципе, и сделали в Испании. Хотя нас всё время как-то люди предупреждали, что там есть оккупанты и всё такое прочее. Но мы как бы позаботились о том, что купить, допустим, не просто квартиру в городе, а именно в центре, в таком туристическом центре, где всё под сеточкой, под заборчиком. Потому что просто так туда не зайдёшь, просто так туда, как говорится, не влезешь. Если только сдашь квартиру каким-то подозрительным людям. Но это мы же не сами там сдаём, а мы заключили контракт с компанией, с которой потом и будем спрашивать. В общем-то. Так, что дальше? Дальше опять иметь в банке деньги невыгодно, потому что вы будете платить за них банку, за то, что он вам их сохраняет. Это я уже говорил в предыдущем видео, но я всё равно это как бы и напомню, потому что не все же подряд смотрят видео. Вот как-то так. И получается, что если вы имеете, допустим, какую-то недвижимость, допустим, как мы, и уже не такая сумма у нас идёт налогов. Почему? Потому что мы не владеем полностью, сто процентов, этой недвижимостью. Какой-то частью владеет и банк, поэтому здесь тоже какие-то выгоды есть всё-таки. Ну вот, как-то так потихонечку, полигонечку. Давайте я вам покажу, что я вчера красила и ещё сегодня буду красить. Ну, жарко вот у нас. Поливаю. Тоже немножко я попылила. Не, немножко, а хорошо я попылила. Клубничка у меня вот здесь. Вот видите, она в каком состоянии. Ну, ничего, всё будет нормально, я надеюсь. И получается у нас, поговорила с соседями и забыла, о чём говорила, покрасила там я кладовочку. Марка говорит, краска осталась, давай ещё всю её выкрасить, эту краску. И вот теперь думку гоняю. Конечно, вот эти панели из стружки не очень они мне нравятся, но нравится, не нравится, спи моя красавица. Вот они, вот эти вот панели. Написали, что это вредно, что это я, ну, как бы с мужем стала разговаривать на эту тему. А он говорит, Лена, что там вредного? Во-первых, ничего вредного не кладут в такие вещи. Причина. Потому что используют и в жилых помещениях. Вот эти панели. Вот они покрашенные. Вот как-то так. Сказал ещё раз пройтись. Решили мы поставить всё-таки отдельно сушилку и отдельно стиралку. Посоветовались. И нам вот так сказали, будет здесь стоять обогреватель воды. Ну, я ему говорю, мне розетка здесь нужна дополнительно. Пылесос поставить. Такой, который заряжается. Он говорит, ну, ладно, я подумаю. Я говорю, ну, подумай. Старалась нигде ничего не попачкать. Ничего сегодня не делали здесь. Делали там у нас в доме электрику. Что? Отсоединяли сюда, чтобы сделать здесь щиток. Чтобы люди отдельно, как бы оплата у них была. Завтра мы едем в Италию по поводу обоев. И мне говорит, может быть, всё-таки покрасим. Я говорю, ну, может быть. Может быть. Вот эту вот стену точно будем красить. Видите, он тут её немножко как-то подзамазал. Где есть стыки. Всё равно щелечки маленькие, но есть. А так их незаметно, эти щелочки маленькие. Почему? Вот этот баллон, который воду греет. Сейчас я скажу вам, почему незаметно. Здесь кухня в субботу должна приехать. То есть она уже в магазине. Вот, я смотрю. И вот она щель, друзья. Вот она щель. Он здесь, видно, не увидел. И мне её вот в таком состоянии оставил. Я, наверное, немножечко краски оставлю для того, чтобы потом её подмазать. Ну, вот так. Вроде бы вам рассказала все наши новости. Что ещё там по налогам? А, совсем-совсем забыла, друзья. Всё зависит от того, что имеет человек детей, не имеет человек детей. Сколько он этих детей имеет, да? Вот, которые у него на его же зарплате, да, малолетних. Там, которые ещё не учат, вернее, ещё не работают, учатся. Или в детском саду. Всё зависит от того, сколько этих детей. И получается финиш. Работает жена, не работает жена. Может быть, какие-то престарелые родители, инвалиды на его обеспечение. Поэтому всё это учитывается. Сколько он получает, сколько у него зарплата, какие у него доходы с какой-то недвижимости. Может быть, у него какой-то цех, может быть, у него какая-то фабрика, может быть, у него какой-то туристическая фирма, где он получает тоже какие-то дополнительные доходы. То есть он работает, и ещё у него есть дополнительный доход. Есть ли у него какие-то акции, есть ли у него какие-то доходы с каких-то других инвестиций. Всё это сейчас учитывается. Ну, не только сейчас, наверное, это всегда так было. Просто я этим не занимаюсь. Вот сегодня спрашиваю мужа, ну как там наши дела? А он говорит, у нас всё замечательно, у нас доходы небольшие, поэтому нет у нас таких больших расходов по поводу этого. И ещё у нас плюс ещё маленький ребёнок, который доучивается в этом году, а уже в следующем году, он у нас уже будет работник, поэтому и... Ну вот как-то так. Пока мы ещё детные, то есть хоть он с нами не проживает, он снимает квартиру, то есть там мы тоже участвуем в этой съёмке квартиры, и он как бы доучивается. Вот у него в сентябре он задаёт экзамены, свою работу, и, в общем-то, в октябре он уже выходит, наверное, на работу, я так предполагаю. Поэтому, ну как-то вот уже в 23-м году ещё мы как-то раз-раз-раз, то есть в 24-м за 23-м мы будем платить ещё как-то вот более-менее нормально, а потом уже какие-то будут другие у нас расходы. Но ещё всё зависит от того, что сколько мы будем получать. Сколько мы будем получать. По поводу пенсии. Сегодня тоже затронул разговор по поводу пенсии. Люди, которые здесь рождаются, всю жизнь живут, и у них наработан стаж около 40 лет, они, конечно, получают достойную пенсию. Я, которая приехала и нахожусь здесь, ну, официально с 2009 года, то есть в 64,5 года я буду выходить на пенсию. Это вот меня касается лично, да, потому что я рождённая 62-го года. То мне, конечно, пенсия будет маленькая. Когда я её получу, я вам об этом сообщу. Но когда муж мой выйдет на пенсию, то частично у него тоже как бы на меня будет распространяться. Это будет мне лично начисляться. Не то, что там ему начислили, и я буду к нему в рот заглядывать. Нет, друзья. Муж взял на себя вот эту вот ответственность, и, естественно, там с него как-то будут забирать, и мне будут начислять. Небольшая сумма, но всё равно приятно. Всё равно приятно. Типа я буду ей распоряжаться, хотя у нас, ну, как бы мы вместе всё это смотрим, у кого какие деньги на счету, и начинаем их расходовать. Ну, вот как-то так. Вроде всё затронуло о том, что если есть дети, бездетные платят больше, соответственно, но за бездетности у нас, как говорится, в бывшем Советском Союзе, и на данный момент во всех странах это всё учитывается и берётся. Если люди, допустим, нет у них, живут отдельно, но ребёнок записан на отца, то он считается отцом, и, соответственно, платит на налогах меньше. Поэтому даже если не регистрируются браки, что здесь часто встречается, вот, потому что, как практика показала, мужчины очень несут большие расходы при разводе, друзья. При разводе несут большие расходы. То есть, с одной стороны, так как я женщина, это и неплохо, а с другой стороны, с другой стороны, все мы люди живые, и кто знает, кого что касается, не касается. Печально, печально. Есть мужчины, которые потом просто руки опускаются, ничего не хотят делать, потому что считают, что их использовали. Такое тоже встречается. Как, в принципе, в любом месте, в любой стране есть такие моменты. Возьмите хоть селебрити Соединенных Штатов, сколько там таких разводов было. И, в общем-то, до такой степени люди ругались между собой. И это, конечно, ну, как бы, каждый человек об этом читает, об этом смотрит в новостях и думает, а нафига мне надо вот эта семья? Поэтому есть такой момент, когда можно заключить, например, брачный договор. У нас с мужем заключен брачный договор. И, в общем-то, никто ни в чем не страдает. Меня так спрашивают иногда, вот, ну, как бы, знакомые, когда уже знакомишься, Лена, а что ты будешь делать, когда ты разведешься? Ты же с чемоданом пришла, с чемоданом идешь. Не совсем прям так. Не совсем прям так. Потому что, если вдруг у нас не сложится, что я надеюсь, что это никогда не случится, хотя мы тоже бываем, но дискутируем на какие-то темы, когда у нас что-то не срастается. Есть у нас такое, раз пять лет у нас что-то, как говорится, бывает. Но все равно, даже вот если так, все равно его, то есть мужчину, обяжут посильную помощь женщине, которая была на его, как говорится, обеспечении. Ну вот, вот как-то так. Нету такого прям, вот чтобы совсем вот, совсем вот без ничего ушла. Потому что она все равно какое-то время прожила, вот на данный момент уже больше 10 лет, да, к 15 подходит. И если вдруг что-то не сложилось, все равно я сюда что-то вложила. Стеночку красила. Между прочим, досочки обрабатывала, у меня все задакумутировано. Это, конечно, смешно, но это реальность жизни, друзья. Реальность жизни, которая может случиться с любым и с каждым. С одной стороны, мы взрослые люди, да, взрослые люди, как они делают ошибку? Вот могу сказать на моей клиентке, которая в Испании проживала. Их проживает на данный момент. Вышла замуж, все вроде бы нормально, но потом вот как-то подружки начали говорить, он не такой, он не сякой. Тут же мама, которая была вместе с ней на ее обеспечении. А у него сын, ну, взрослый, правда, тоже проживал с ними, но, как говорится, не платил за квартиру. А они там вместе, да, и ее муж, и она как-то складывались. У нее мама, у него сын. И, в общем, это вот все было. И начала мама говорить, что это за мужик, который не платит за квартиру. А подружки тоже насоветовали. И через три года она взяла и подала на развод. И их быстренько развели. Я говорю, дорогая, ты паспорт получила? Она говорит, нет. Ну, у меня вот разрешение на работу. Туда-сюда, пойди сюда. Пока мы не чувствуем, как сказать, вернее, пока мы чувствуем себя хорошо и прислушиваемся о том, вот есть такие подруги, которые дают советы из зависти. Мне специально, друзья, я вам хочу вас заверить, что это не специально, это на подсознательном уровне. Сама-то эта подружка-то не замужем. И поэтому вот как-то вот так у нее получилось. Она потом с ним сошлась и до сих пор живет, радуется жизни, но уже они живут вне росписи. Вот так вот. И когда я ей сказала, конечно, вот мы с ней поговорили, она была в таком состоянии, в котором она все это увидела, мы все это разобрали. Говорю, смотри, нормальный человек. Ну да, он не богатый, но и ты не принцесса. Вот. И люди выбирают, конечно, по себе. И опять мы говорим о том, что многие люди этого не понимают, что с ними происходит. Они вошли в какую-то ярость, накрутили себя, выдали всю эту информацию, пошли быстренько подали на развод, развелись, поуспокоились, вот начали практически в 7, и вот 7 часов у нас бьют куранты. А потом получается, что где-то у нас какие-то недостатки. А здесь будет недостаток и в пенсии, и в том, что будешь все время продлевать эту бумажку и доказывать, что ты платежеспособный, что ты можешь себя обеспечить, что ты платишь налоги и так далее, и тому подобное, жить за границей. Ну вот, на таких правах это не очень интересно, и я бы сказала, сложно. Я бы сказала, сложно, чем дальше в лес, тем больше дров. Я вам желаю здоровья, удачи, долгих лет жизни. С вами была Елена Дерегетти из Аквороса. Вот такой у нас городок, вот она я в отражении, на фоне тележки. У нас стоит жара, я все вечером, вот когда совсем уже опускается градусник, вчера до 25 опустился, а дома было 24, сегодня дома 25, вчера было 32 градуса, сегодня вообще жарко, прям вот жарко, 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 и мы в домике прятались. На террасе вот я только вышла, в принципе, цветочки полила, я думаю, надо же вам записать такое вот видео по поводу налогов. Чем больше получаете, тем больше платите, и нужно, конечно, консультироваться с теми людьми. Да, вот сегодня брат пришел, он в этом деле собаку съел. Он страховой агент, закончил образование у него не кантональное, а федеральное, он как бы бухгалтер, экономист, и вот работает сейчас на себя. У него много клиентов базы, еще ему по отцу по наследству досталось, он этим, отец очень хорошо себе заработал репутацию, как был страховым агентом, и к нему даже приходили на похороны с нашего, как сказать, стечи на, с правительства, вот, потому что он, ну, как бы его люди знали, у него много было клиентов, тоже клиентскую базу себе нарабатывал, тем, что умел делать на земле, потому что он закончил еще садовое, хотел сказать, искусство, выращивать деревья, не огород, не огород, а именно садом, заниматься, и он знал, как обрезать деревья, какие подкормки делать, он и все это давал советы своим клиентам, и клиенты его, естественно, наслушали, рот открывали, и он сам ходил, им помогал, обрезал деревья, это все он делал, вот, на таком начале, что человек становится его клиентом, поэтому, а клиент, он становится постоянным, вот, сегодня, после того, как он у нас побыл, он поехал к нашему старшему сыну, Янику, которого вы видели накануне на видео, он решил себе сделать вот такую пенсию, да, страховую, то есть, здесь несколько таких моментов, то есть, у меня нет такой страховки, а вот у мужа моего есть такая страховка, когда он разводился со своей первой женой, то половина страховки, вот этой, которая частная, не государственная, а частная, отошла ей, потому что, ну вот, как бы, это положено, и если я сегодня начну разводиться с моим мужем, то, что у него там осталась эта страховка, по пенсии, и я тоже себе могу это забрать, но я это, не то, что там заберу, а я разводиться не собираюсь, вот, вот такой вот момент, хотя, хотя, мы все люди живые, да, мы можем на что-то обидеться, мы можем на что-то взбрыкнуть, потому что я знаю девчонок, которые тоже, он моих клиенток, которые по молодости, как бы своей, ну, как бы по молодости, уже молодых-то ими сильным-то не назовешь, да, кому под 40 уже, ну, вот что-то там раз и все, а потом жалеют, потому что другого не найдут, то есть, это такой труд в поиске быть, куда-то выходить, на этот нужно тратить время, и опять же, все козлы, и опять же, все, ну, находят, конечно, мир, как говорится, не без, не то, что добрых людей, есть люди нормальные, с которыми можно, но опять же-таки, любой человек тебе находит свою половинку, потому что нравится запах, потому что нравится внешне, потому что устраивает и финансовые какие-то моменты, но на это нужно потратить массу времени, друзья, чтобы найти такого, и если я сегодня обижусь на своего мужа, я понимаю, что далеко не уедешь, будешь уже никого не искать, уже тебе никто не будет нужен в мои лета, и в его тоже, да, то есть, я знаю по нём, что он уже настолько, мы ленивые в этом возрасте, то есть, у нас есть энергия, но куда-то пойти, зажигать вместе, это да, а потом в одного уже как-то неинтересно, неинтересно, это я вам точно, такое облако проплывает, друзья, ой, боже мой, как это, мы в раю, у нас тут такие облака, и оно чисто-чисто белое, вот такая вот, что-то я вам затянула видео, вам, наверное, уже неинтересно со мной, вот как Марка говорит, что ты там, разговор какой-то ведёшь, о чём ты им рассказываешь, я говорю, это вот о цветочках, видите, как вот у нас ромашка какая, травочка растёт, каждый день я её поливаю, вот она, смотрите, вот она, вот такой вот ёжик, без ножек, всем пока, ставим лайки, подписываемся на наш канал, и мне скучно, когда вы мне ничего не пишите, хотя бы напишите два слова, два слова напишите, что, ну не знаю, хорошая погода, прекрасные горы, всё, вижу обратную связь, у меня есть интерес, что-то вам записывать, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok